Какое оно новое русское оружие? По понятным причинам, многие разработки сверхсекретны. Но ведь так интересно узнать, о чем мы сегодня сильны, о каком суперсовременном оружии шла речь в Сочи. Наш политический обозреватель Виталий Воронин подробно изучал эту тему. И нередко эксперты, которые давали ему интервью, беседовали в кабинетах с идеально пустыми стенами и столами. И понятно почему. На многие вопросы был очень короткий ответ, без комментариев. А ведь вопросов очень много. Вот, например, один из них. В конце октября жители сразу нескольких регионов страны, в Бурятии, Мордовии, на Байкале, обрушили соцсети новостью. В небе с нечеловеческой скоростью летит метеорит. Видим необычное свечение и зеленый хвост. Так что это был за метеорит, который никуда не упал? 25 октября 2016 года с полигона Ясной в Оренбургской области стартовала ракета РС-18. Выглядело это примерно так. За 40 лет эксплуатации таких пусков были сотни. Через заданное время ракета долетела до цели на Камчатке. Стандартный тренировочный маршрут. Вот они, раз. Но на этот раз учения сопровождались необъяснимым явлением. 25 октября сначала в небе над Уралом, а затем над Восточной Сибирью тысячи очевидцев заметили яркий объект, который летел с какой-то сумасшедшей скоростью. Первая версия – метеорит. Падение небесного тела под Челябинском ведь тоже попало в объективы камер наблюдения и видеорегистраторов и произвело неизгладимое впечатление. Но в этот раз ситуация была иной. Ничего с неба не прилетело. Нет разрушений и следов ударной волны. Может быть, упал в глуши или сгорел в слоях атмосферы? Может быть. Но дотошные эксперты обратили внимание на новость от НПО «Машиностроение». Это предприятие – разработчик ракет РС-18. Скупые строчки. Произведен пуск. Успешно. А вот в конце – интрига. На Камчатку, цитата, «доставлено боевое оснащение». Боевое оснащение с приставкой «аэробаллистическое гиперзвуковое» – это одна из самых секретных разработок. Это управляемый боевой блок баллистической ракеты. У баллистической ракеты, у любой, есть, у современной, есть боевые блоки. Это боеголовки. Обычно их рисуют в виде таких конусов, астроносов. И вот они летят до цели. Разработку называют еще «Объект 4202». Его замыслили еще в советское время, как раз в НПО «Машиностроение». Это архивная фотография, единственная, которая дает представление о том, как может выглядеть устройство. Все так же под грифом «Секретно». Лишь на совещании военных с президентом официально на этой неделе прозвучало. Мы разрабатываем оружие на новых физических принципах. Сегодня, в 21 веке, для укрепления военного потенциала ведущие страны мира активно применяют при разработке вооружения самые современные технологии, самые современные достижения науки. Т-лазеры, гиперзвук, робототехника. В России, как и в других странах, подобные разработки также ведутся. Официальных подтверждений, что 25 октября в небе засветился именно суперсовременный «Объект 4202» нет. Однако ряд российских изданий подтвердили испытания со ссылкой на собственные источники. Информацию тут же подхватили западные СМИ. Особая истерика у англичан, которые подсчитали, что до их острова новая российская боеголовка долетит за 13 минут и ее не остановить. Объект 4202 считает, что он двигается по границе атмосферы, при этом может маневрировать за счет вот этих разреженных слоев атмосферы, но на высокой скорости. Главная особенность «Объекта 4202» — его гиперскорость. Ориентировочно в 6-7 раз быстрее звука, а по некоторым данным аж в 15 раз. Самое важное, что при этом объект способен маневрировать и менять траекторию, значит, современные средства ПВО, даже хваленая натовская ПРО, его не может поймать в прицел. Когда гиперзвуковая боевая часть, она летит по непредсказуемой траектории. Она может маневрировать как самолет практически. Но гиперзвуковая боеголовка пугает западных экспертов не только сама по себе, а еще и потому, что ее делают для новых ракет. Например, для РС-28 «Сармат». До этого самым мощным оружием на планете считалась ракета «Воевода» или в натовской классификации «Сатана». Поражает 10 целей. «Сармат» может нести 15 боеголовок. То есть, представьте, 15 индивидуально наводимых разделяющихся головных частей. 15 целей мы можем одновременно поразить с помощью атомных взрывов. То есть, это страшная разрушительность. Есть еще один проект, который ставит в ступор «Пентагон». Железнодорожные ударные комплексы. В СССР были такие. Построили 12 штук, потом списали. 10 порезали на металлолом, 2 оставили как музейные экспонаты. Один из них стоял в Петербурге. Этот вот пульт, который, как говорится, объединяет в себе приемники всех каналов связи. Еще в 2011 году разработчик таких поездов уверял нас, технологии есть. Будет желание, легко сделаем новые. Люди есть, да очень технический задел он сохранился. Это уже, как говорится, как первый раз создать, конечно, не так сложно. Очевидно, что сейчас такое желание появилось. Известно, что до конца года будет произведен пробный пуск ракеты из вагона. Проект назвали «Баргузин». На нем будут стоять, конечно, новые ракеты «Ярц». В разы более мощные, чем на старых ядерных поездах. Этот комплекс может появиться там, где его никто не ожидает. И нанести очень мощный удар по противнику. И этого удара без оружия еще достаточно будет для того, чтобы противник задумался, а стоит ли дальше продолжать ядерную войну. Надо сказать, что американцы тоже ведут разработки гиперзвукового оружия. Проекты «Х-51» и «ХТВ-2» также преодолевали звуковой барьер. Но, во-первых, они медленнее в разы российского аппарата. Во-вторых, американские образцы никогда не долетали до цели. Их хватало буквально на несколько минут работы. Сверхзвук становится новым эталоном вооружения. Чем быстрее аппарат, тем меньше шансов у него быть обнаруженным и перехваченным. Современные истребители практически все могут преодолевать звуковой барьер. И для современных ракетных систем это становится нормой. Российский «Калибр» или «Оникс», отработавшие на этой неделе по объектам ИГИЛ в Сирии, тоже летят быстрее звука. Молниеносная смерть, кара свыше, не оставляющая врагам никаких шансов. Сирия стала за последний год естественным полигоном, на котором обкатываются новейшие образцы российского оружия. На основании этих боевых испытаний делают выводы и совершенствуют вооружение. И речь не только о ракетах. После того, как террористы расстреляли в воздухе наших пилотов, впервые был разработан летный защитный костюм. В настоящее время российские пилоты не имеют никакой защиты. Они летают в комбинезонах и в разгрузочном жилете. Мы помним, что в Сирии пилоты сбитого самолета расстреляли с земли. И в том числе этот комплект поможет в данной ситуации. Первые подобные проекты появились еще в годы войны в Афганистане. Но тогда технологии не позволяли делать такие костюмы легкими и удобными. Сейчас вместо тяжелых пластин тонкие и суперпрочные нити. Армия во все времена была мощным двигателем технического прогресса. Опыт, полученный в ходе боевых действий против международных террористов в Сирии, должен последовательно внедряться в практику подготовки войск и органов управления. Использоваться при проведении учений и внезапных проверок. А конструкторами, инженерами оборонно-промышленного комплекса учитываться при разработке перспективного вооружения. Обратите внимание, на столе перед собравшимися чистые листы. Никаких записей и дополнительных материалов, пока в зале есть журналисты. Чем новее разработки, тем выше секретность. Например, интервью с производителями нового покрытия для флота мы писали в комнате с голыми стенами. А специалист тщательно подбирал слова. Да, имеется определенная прорывная технология, связанная с определенным покрытием. Еще два месяца назад, пока прорывная технология была разработкой, они говорили на научных конференциях и печатали рекламные проспекты. Сейчас, когда материал пошел в войска, все военная тайна. Все, что известно, при толщине в несколько миллиметров покрытие в разы, по сравнению с аналогами, лучше поглощает волны, а значит, делает объекты менее заметными на радарах. Безусловно, наверняка присутствует и экономический, и политический, и военный шпионаж. У нас с этим все в порядке. Что касается экономического шпионажа, конечно, эта технология, она применима в гражданской жизни также. Это главная выгода от массового оборонзаказа, который сейчас выполняют сотни заводов. Государственная казна щедро платит за необходимую армию продукцию, и это дает предприятиям вторую жизнь. Практически все технологии двойного назначения и могут применяться в мирной промышленности. Костюм для вертолетчиков перешьют для спасателей. Защитный комплект состоит из огнезащитного комбинезона, который выдерживает открытое пламя в течение 30 секунд. Гиперзвуковая боеголовка – это прорыв в технологии материалов, которые могут быть использованы где угодно. Поглощающее покрытие для кораблей надежно защищает медицинские кабинеты от опасных излучений. Физика и химия – это в первую очередь науки. Их можно применять так, как человек хочет применять. Поэтому мы изначально сугубо мирные ученые. Главное – успеть перестроить производство. Заявление недели. Урал-вагонзавод – тот самый, что делает современные танки, в том числе «Армату», объявил о намерении довести выпуск гражданской продукции до 50%. Это, по сути, революция. По результатам 2015 года доля гражданской продукции в структуре производства составила 12%. Основной упор мы делаем на грузовые вагоны, на дорожно-строительную технику. В этих направлениях у корпорации, у предприятий корпорации имеется компетенция. Действительно, какая разница, для чего придумали новые гусеничные шасси – для танка или для бульдозера? Главное, чтобы работало хорошо. В 2017 году в войсках ожидается самое массовое поступление современных вооружений за всю новейшую историю. Но уже в 2020-м программа перевооружения должна закончиться. И предприятиям необходимо скорее определиться, есть ли жизнь после оборонзаказа.